Знаете, интересная тема, потому что на самом деле существует семейная карма. Что значит семейная карма? Веда объясняет, что существуют разные ветви судьбы в этом мире, и каждая ветвь, она предназначена для каких-то определенных людей. Вот, например, мужчина бросил свою жену. В следующей жизни он попадает в такую ветвь, в которой женщин бросают. То есть он рождается женщиной в следующей жизни, в такую ветвь семейную, в которой женщин бросают. Теперь вопрос заключается в том, может ли эта женщина уже в следующей жизни, ну, как бы, сохранить семью? Может, может, если сдаст этот экзамен, который предназначен не только для нее, а также для ее мамы, для ее бабушки. Почему так? Потому что иначе экзамен не сдашь. Смотрите, как интересно. Если ты попадаешь в семью, в которой женщин не бросают, то ты естественным образом получаешь знание о том, как правильно жить с мужчиной от тех женщин, которые живут, не брошенные. Но для того, чтобы тебе свою карму воплотить, ты должна попасть в семью, в которой женщин бросают. Потому что иначе как тогда ты экзамен сдашь? Вот и все. То есть это не значит, что мама виновата в моей судьбе, и бабушка виновата, и прабабушка там, и вся эта линия. Нет. Просто ты попадаешь в эту семью, потому что там твои экзамены. Вот, допустим, вот это безумие, допустим, я, идут экзамены, да, разные. Я, допустим, учусь на физмаке, да, и мне надо там физику и математику там сдавать. Так? А я говорю, это несправедливо, хочу сдавать литературу. Ну, это безумие. Ты готовился к математике, вот и сдавай математику. Это твои экзамены. Ты бросил как бы свою жену, в следующей жизни стал женщиной. Для чего? Для того, чтобы узнать, что бросать никого не надо. Как ты это узнаешь? Через женское воплощение. Как Лев Толстой говорил, если ты хочешь узнать, чего в жизни ей надо делать, посмотри на свою собственную судьбу. Чего тебе не нравится, то и не делай для других. Так можно понять, чего не надо делать в жизни. Если тебе не нравится, что тебя бросили, значит, никого не бросай. Смотри, логика такая элементарная, но мы же так не живем по факту-то. Вот, допустим, даже мы не знаем, для чего что существует. Большинство людей, например, не знает, что семья не для меня и не для моего мужа. Семья создается для детей. И дети являются полноправными обладателями семьи. То есть перед Богом, смотрите, если брать Бога, допустим, да, кто является обладателем семьи перед Богом? Ребенок, который живет в этой семье. Теперь, допустим, жена разводится, она думает о ребенке в это время, нет? Она говорит, все нормально, ребенку все будет нормально, так ему будет лучше. Откуда ты знаешь? Это его семья, и он решает, будет ему так лучше или нет. Спроси его, хочет он жить без папы или не хочет. Он скажет, я хочу, чтобы с папой жили, но в мире. И это правда. Так надо жить. Спросите у ребенка. Ну, хорошо, ваш выход какой? Вот у вас такая карма в прошлой жизни, допустим, допустим, я просто, я тоже, допустим, как бы, этот человек в прошлой жизни был наркоманом. И получил мужа наркомана, чтобы отрабатывать эту карму. Допустим, ну, человек бросает мужа наркоману. Что дальше? Выход есть. Если, смотрите, смотрите, как веды объясняют ситуацию. Близкий человек живет в невежестве, надо жить с ним раздельно. И любовью на расстоянии, и общением, не слишком близким, ему объяснять, что надо менять свою жизнь. Тогда мы будем жить рядом. Если такой человек, живя на расстоянии, уходит, это его проблемы. Надо за него еще какое-то время молиться, пытаться его вернуть в семью. Если он не возвращается, и вести свою жизнь дальше своей дорогой. Это не является грехом так жить. Веды объясняют, что семейная жизнь не означает всегда только нос к носу, понимаете? Семейная жизнь означает, можем жить вместе, живем вместе. Нет, живем на расстоянии. Когда люди на расстоянии находятся, легче воспитывать друг друга, больше уважения. Потому что, смотрите, чем больше дистанция, тем больше уважения, тем больше возможностей воспитывать. Тем ближе отношения, тем меньше возможностей воспитывать. Муж наркоман, ну живите на расстоянии, живите на дистанции с этим человеком, воспитывайте его, но не бросайте его. А я хочу быть счастливым, мне что, всю жизнь с ним жить на расстоянии? А вот видите, это опять мышление человека в страсти. Все отталкивается от чего? Я хочу быть счастливым, и я создаю свое счастье. Хорошо, тогда создавай. Будешь мучиться дальше, значит. Смотри, человек в благости, понимает, счастье исходит изнутри, мой муж наркоман. Я живу на расстоянии, молюсь, чтобы счастье выходило изнутри, потому что если я в благости, то у меня всегда изнутри идет счастье. Потому что я живу внутренним миром, а не внешним. И отдаю счастье своему мужу наркоману. В результате, что происходит, моя судьба меняется. Мне дан муж наркоман, я живу от него на расстоянии. Зачем жить на расстоянии, чтобы жить в благости? Потому что, смотрите, если я с невежественным человеком живу очень тесно, близко, то я не могу жить в благости, потому что жизнь становится невыносима. Потому что если ты близкие отношения с невежественным человеком строишь, ты становишься невежественным. Святой человек, то есть абсолютно утвердившийся в благости человек, может жить с невежественным человеком в одной квартире. И он побеждает невежество в этом человеке. Был такой великий святой Харидас Токур. Великий святой, почему великий, я сейчас вам расскажу о нем. Жил 500 лет назад. Он все время молился, постоянно молился с утра до вечера. Четыре часа спал всего, один раз ел в день и молился постоянно. Он был молод, молод. И он был очень влиятельной личностью в этой местности. Ему позавидовал очень богатый человек. Нашел самую красивую женщину, проститутку. Самую красивую, какая только бывает в такой роли. Заплатил ей хорошие деньги и послал к нему. Он находился в уединенном месте, молился. Она пришла, села. Очень скромная такая девушка, красивая, очень хорошая. Сидела рядом с ним, смотрела, как он молится. Ничего ему не говорила. И так она несколько дней сидела, смотрела. Начала ему еду приносить там туда-сюда, заботиться о нем. Ну, представьте, ты один монах, сидишь в уединенном месте. Жизнь монашеская, тяжелая. Девушка, это всегда приятно. Это любовь, энергия любви. Она тебе приносит покушать. Она очень красивая, смотрит на тебя. Трудно, да, как-то не среагировать? Трудно. Вот смотрите, что дальше было. Цель этой девушки была такая, чтобы доказать ему, что он на самом деле не такой святой, как он к себе кажется. А он себе святым и не казался на самом деле. Вот такой интерес святой был. Вот. И он молился. И она его спросила, можно мне с тобой поговорить? И у меня вот в сердце к тебе есть одно чувство, я хочу его выразить. Можно ли мне с тобой поговорить? Он говорит, знаешь, ты подожди немножко, я, конечно, давай поговорим, мне просто надо домолиться, подожди чуть-чуть. И она никак не могла дождаться, потому что он молился больше, чем она могла терпеть. И она всегда как бы засыпала, просыпалась, а он уже опять молится. И она не могла никак дождаться. И она и танцевала перед ним, и что только не делала. Вот, бесполезно. Он просто сидел, молился и излучал счастье. Удовлетворение полное и счастье. Знаете, что произошло? Это исторический факт. Эта женщина за несколько дней вот такой жизни рядом со святым человеком полностью очистилась от всех своих грехов. Продала нажитое, вернее, раздала нажитое имущество, все свое имущество раздала нажитое вот этой жизнью такой. У нее она была богатой женщиной, потому что она была богатой простудкой. Очень красиво к ней ходили влиятельные люди. И она стала его учеником. Она приняла прибежище у него, сказала, я хочу служить твоему знанию. Он ей дал посвящение, сказал, иди и проповедуй духовное знание всем людям. И она пошла бродяжничать, бродить по свету и стала святой женщиной. Это исторический факт. Проститутка стала несколько дней общения со святым человеком, стала святой возвышенной женщиной. Полностью чистой и сияющей. Это описано в летописях. Такой великий и святой. Редактор субтитров А.Семкин